Тем временем более трех тысяч жителей Архангельской области стали жертвами телефонных и интернет-мошинников. В этом году потери составили, только представьте, более 400 миллионов рублей. Такие цифры привели на специальные пресс-конференции. В дежурную часть регионального ОМВД ежедневно поступает от 5 до 15 сообщений. Каждый четвертый потерпевший – пенсионер. Информация о преступлении, которое совершено практически вчера. Жительница города Архангельска, 46-го года рождения, аналогичным способом преступники обманули на 5 миллионов рублей. То есть она отдала все свои сбережения, которые накапливала свою жизнь, и перевела на 12 различных счетов преступников. Основные виды мошенничества – звонок от якобы сотрудника банка, взлом страницы в соцсетях, заработок в интернете и звонок от близкого человека, якобы попавшего в беду. Противодействие к кибермошенничеству находится на контроле правительства Архангельской области. Одной из действенных мер считают индивидуальную профилактическую работу с гражданами. Уже напечатано в формате А5 тираж 40 тысяч экземпляров. Вот эти листовки направлены в МВД России по Архангельской области, где они будут распространяться с помощью участков уполномоченных полиции среди населения всей Архангельской области. Основные сведения о том, как не попасться на удочку у мошенников, можно найти на сайте регионального ОМВД.